Все о нем, о Чайковском, писали наши дети. В Музее Великого Композитора прошло торжественное награждение победителей конкурса творческих проектов. Чайковский звучит своим размышлением. За роялем поклонник творчества Великого Композитора, профессор Московской консерватории, заслуженный артист России Михаил Никишичев. Ему внимают ученики Муз-школ и Клинские единороссы. Мы хотим показать, как можно творчески реализовывать партийные проекты. Мы сегодня проводим торжественную церемонию награждения лауреатов творческих работ. Конкурс, который был посвящен 175-летию со дня рождения Чайковского. В рамках партийной акции «Культура и время» дети шести музыкальных школ России, носящие имя Чайковского, соревновались в проектах. Ребята излагали свой взгляд на гениальные произведения и на биографию Петра Ильича. Темы были самые различные. Это и Чайковская литература, хоровое творчество Чайковского, памятники Чайковского. Кто-то писал, понимаете, как вот сочинение, искренне пропускает через себя все. Кто-то очень серьезно к изучению этой темы подходил. В итоге в конкурсе приняли участие больше ста детей со всей страны. Клинские даже вышли в призеры. Мальчик, который занял первое место из Ростова-на-Дону, Полтавский Вадим, 55 баллов набрал. Из 60 возможных. Второе место заняла Полина Перкова, учащаяся в Клинской школе, получила 54 балла. Как организаторы конкурса представители Клинского управления культуры предложили сделать его традиционным и проводить раз в три года. Екатерина Еремина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.